Друзья, всем привет! Сегодня у нас состоялась третья поездка на наше Черноморское побережье. И наконец-то, сегодня я все-таки, несмотря на ветер, несмотря на шум от побережья, решила все-таки вам заснять наш сбор грибов на побережье. А именно это рыжики, маслята, мокруха и так далее. Это единственное место, где сейчас встречаются грибы. Это побережье Черного моря. Конкретно это, конечно же, Туапсинский район, рядышком с Геленджикским районом. То есть это и Геленджик, и Новороссийск мы рассматриваем. Рассматриваем в основном Пиццутскую сосну. Давайте сегодня посмотрим, как растут наши черноморские прибрежные грибы. Пособираем вместе с нами, попробуем окунуться в этот прекраснейший сбор, поиск очень сложный маршрут, деревья, держи дерево, колючки, ажина и так далее. Это все настолько увлекает, что просто даже не то, что некогда снимать, некогда даже это фотографировать. Ну и плюс любование всеми этими красотами нашего местного ландшафта. Ты просто отвлекаешься настолько, что тебе становится не до этого. Но попробую сегодня для вас заснять, попробую вместе с вами прогуляться и посмотреть, как же растут наши эти грибочки в конце ноября. Итак, конец ноября, 2020 год, Черное море, побережье. Поехали! Только зашли от дороги, и смотрите, у меня уже в корзинке что-то есть. А конкретно это рыжики. Вот они, разные рыжики. Красивые, молоденькие, все чистенькие. Это мокруха. И рядовка надломленная. Такой вот гриб, который растет в соснах, который требует вымачивания, а далее соления. Мокруха пурпуровая, абсолютно не прячется. Нужно проверять ее на червилось. Чистое в этом. Запомните, очень вкусный грибок. Съедобный. Фиолетовый оттеночек. Бордовый. Становится после варки темным, прям такой фиолетовым грибком. А здесь у нас мышата. Мы их не собираем, но я их вам покажу, растут они в соснах. Такие вот они мохнатенькие. Смотрите, рядовочка какая. Немножко прям припорошена росой. Но красивая. Съедобный гриб, но только после отваривания. И рекомендую брать его только опытным грибникам, которые уже знакомы, которые уже почитали, ознакомились с этой литературой, знают все побочные эффекты и так далее. Потому что очень противоречивая информация в интернете по поводу употребления данных грибов. Обычно ее собирают только те, кто всю жизнь собирает и ест. Но на любителя, так сказать. Мы грибы эти не берем, поэтому просто любуемся вот таким ковром этих грибочков. Они реально растут везде. Их прям в кольцах, веусеяна. Ну, красота. Мокрухи просто море тоже. Видимо, просто никто ее не берет. Рыжиков поменьше. И тут их прям часто-часто можно найти. Нужно проверять. Грибочек любят червячки точить, поэтому нужно резать и смотреть. Растет прямо из камней, из мха. Здесь такая природа. И вот я вот присела. Один нашла. Второй. И так далее, и так далее. То есть можно, правда, сесть и собирать, и собирать, и собирать. Люблю этот гриб хороший. Мне нравится. Рядовка надломленная. Смотрите, пробивается просто из камня. Здесь грибам реально нужно выживать. Поэтому через лишайник, через известняк пробиваются, пробиваются данные грибочки. Ну, такие же славные. Возьмем их с собой. Рядовка надломленная. Кто-то называет их горчак. Потому что грибы горькие, нужно только вымачивать и только солить. А так грибочки чистые, вкусные. Берем. И так, полянками, полянками у нас мокруха. Совсем не маскируется никуда. Прям сидят так и говорят, ну возьми с собой. Мокрухи. Снимать очень холодно, потому что здесь все-таки нортост. Но смотрите, ребята, что же нам еще попадается сегодня среди наших грибов. Маслята. Маслятки. Уже они такие старенькие-старенькие. Мешают тут кусты. Но тут целая семейка их живет. Никто их вовремя не нашел. Начинают уже портиться. Мягкие, да, уже все. Вот этот еще нет. Плохой. Нужно их все смотреть на целостность. Червивость. Червивый. Тут их прям полянка целая. Червивый. Наверное, все будут червивые, скорее всего. Они сейчас в таком не очень удачном состоянии все. Тут прям очень много. Прям очень. Все, наверное, плохие будут. Да. Червь. Ну еще один гриб больше. Так, в общем, маслята можно не собирать, в принципе, потому что они все дырчатые, так сказать. А вот так растут рыжики. Пробиваются сквозь землю. Во мху красивые, сочные, чистые. Ковры из мокрог. Мышат полно. Полно всякой-всякой живности. Вот под таким мхом прячутся грибочки. Под теплым мхом. Обычно у нас сидят здесь рыжики. Сейчас будем внимательно смотреть. Сидеть нас и поджидает. Так, где один, там и второй обычно всегда есть. Так, вот еще один. Прямо рядышком я вижу. Может, тут и третий спрятался где-то рядышком. Надо смотреть. Вот еще. Видно вам или нет? Получается, раз-два. Вот рядышком малыш. Так. Аккуратненько. Я не копаю, как тут некоторые, а точнее все. Все копают. Я просто ножичком залазю, смотрю в бугоров. Если что-то есть, продолжаю. Если нет, то даже не пытаюсь. Потому что все перепахано, перекопано. Нужно аккуратно. Какое-то все уляжется потом после дождя только. Все перекопано и так, весь лес. В поисках рыжиков люди ищут, копают. Страшно. Никто с собой ничего не убирает. В поисках этого золота нашего. Мышата растут никому не нужны. Просто коврами везде все застелено. Этими мышками серенькие по лесу разбежались. И мокрухи, мокрухи сегодня просто цари нашего сбора. Везде, повсюду полно. Коврами тоже, видимо, никто не собирает особо. Рыжиков мало. А мышат, мокрух полно. Вон, ковырнула сейчас мокруху. Мышонок вместе с ними вылез. Везде. Вступить негде, просто везде гриб. Смотрите, какой грибочек на шишечке сосновой вырос. Стробелюрус. Красота, правда? Он растет только из шишек, кстати. С чудо природы. Интересно. А вот и рыжики. Молоденькие, красивенькие. Красота какая сочная. Суперский. И здесь в травке еще парочка. Совершенно рядышком. Видимо, их родственники. Эх, вот бы так полянами, чтобы по 30 их собирать. Было бы здорово. Ну вот, обратите, пожалуйста, внимание, как растут рыжики. Как их искать. Бугорок во мху. Аккуратненько ножичком поднимаем. И вот, смотрите, их вообще не видно под зеленым мхом. Аккуратненько, чтобы их не зацепить, не повредить. Раскрываем эти бугорочки. Аккуратненько достаем грибочек. Можно срезать сразу, потому что мы их срезаем. Вот так вот. И бугорочек закрываем, собственно. Смотрим рядышком, потому что это, наверное, уже восьмой, который я здесь нашла. Вот с одного места штук восемь у меня сразу. Тут сыроежка келея, вон, с розовой ножкой. Необычные сыроежки. Но мы приехали сюда не за сыроежками, конечно, а за прибрежным золотом. Вот они. Какие свежие и чистые. Красавцы. Ну что, бугорочки кончаются потихонечку, да? Наверное, с этого места, наверное, уже все. Хотя, конечно, я уверена, что тут еще много чего осталось нераскопанного. Нужно... О, так. Не раскопано вот еще. Так, еще один. Класс. Они просто какие-то нескончаемые. Сел и роешь, и роешь, и роешь, и роешь, и роешь. Вот так вот. С одного места, не знаю, штук до 20, наверное. И роешь, и роешь. смотрите геленджик как на ладони вот там вот крест как красиво шапка спускается прямо на движется так красиво сегодня день ясный теплый достаточно сегодня у нас 10 градусов тепла здесь на побережье и шапка постепенно уходит а когда ехали только утром она прям внизу было обволакивала и все-таки здесь очень хорошо красиво такое бесконечное море голубое корабли полное умиротворение если остановиться и смотреть можно увидеть как борода потихонечку сползает с морковский хребет перед нами пару дней назад еще здесь была борода в то что было очень холодно борода была очень такая густая как лежала как ватное одеяло на горах сейчас уже рассеивается на эти выходные тепло очень обещают правда тепло мы одели сегодня в такие куртки теплые а по горкам ходить очень жарко даже не верится что где-то снег мороз а у нас здесь очень даже жарко классно сюда же цветы цветут под молодыми сосенками пытается маслята молоденькие масленок не окольцованы один и второй не знаю как по червивости нож не брала с собой корзинку а вот и море девушки детишки кидают камушки голубая бухта красота тепло солнце светит пойдемте море потрогаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Красавцы Уже, наверное, будем скоро заканчивать наш поход Потому что солнце спряталось уже в бороду эту облачную О, еще один И уже надо потихонечку собираться Темнеет Ничего не видно уже Тоже отсела, порылась Смотрите, какая красота Два винных рыжика Они отличаются от обычных рыжиков По цвету, по срезу Видите, пластинки уже такие более вишневого оттенка Красненькие И на срезе срез другой получается Ммм, деликатесы Класс Жирный какой красавец Спрятался, а, лезет Лезет на холодочке Холодно, ну лезет Ай, какой плохой грибок Плохой Плохой оставим здесь Еще парочка, но такие же Может чистые Посмотрим Маслята Все Маслята Отошли Можно даже не проверять Червивые Все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому